это небольшая история о доработке нашего самого популярного проекта встречайте сенсорный стол версии 2.0 мы ответим на ваши вопросы покажем все изнутри и в итоге спустя пару месяцев работы из этого хаоса получится вот такая красота приятного просмотра на этот раз мы решили сделать стол из темного дерева к сожалению в наших широтах не растут породы наподобие венги с темно-шоколадным цветом древесины а по задумке нужен именно такой цвет поэтому мы решили взять термодуб что это такое обыкновенный уже высушенный дуб помещается в специальную камеру и при температуре от 150 до 240 градусов он там досушивается но учитывая температуру правильнее будет сказать запекается в результате такой сушки дерево получает супер геройские характеристики и меняет цвет как в нашем случае на темно-шоколадный дальше была проделана такая же работа как и в прошлый раз после того как мы получили идеальные доски склеиваем щит только в нашем случае щит был сделан из темного термодуба точно по такому же принципу но это осталось за кадром и так переходим к самому интересному вот так выглядела начинка нашего стола в прошлый раз стол хороший но винегрет из проводов это кошмар как я и говорил это прототип и мы не парились внешним видом всех этих коммуникаций поскольку все это изобреталось менялась пару раз что-то добавлялось что-то убиралось непосредственно в самой столешнице поэтому в итоге мы и получили такой результат после того как все сработало и результат нас устроил мы принялись дорабатывать эту идею и упрощать производство такого стола первым делом лёша по-быстрому на коленке разработал вот такой модуль принцип его в следующем мы решили сделать каждую ячейку отдельным заменяемым элементом в нем встроен сенсорный датчик который усилен медным кольцом и тут же крепится светодиодная лента собрали протестировали и поняли что это то что надо но понятно что делать такие модули вручную не вариант поскольку на один журнальный столик их понадобится 120 штук именно поэтому вы видите 3d модель грамотно сконструированного модуля так нам остается доставить разъем и шлейф для подключения между друг другом отправляем заказ на китайский завод и через месяц имеем вот такую красоту с нашим логотипом но и тут не все так просто эти платы это основа а все остальные элементы приходится припаивать вручную но забегая вперед скажу на данный момент мы еще раз переработали эти модули и практически исключили ручную работу в дальнейшем из китая нам будут приходить максимально готовые элементы останется всего один-два взмаха паяльником в итоге мы имеем вот такой модуль для сравнения мы положили рядом старый и новый вариант принципиальной разницы тут нету но главная задача решена спустя два месяца после разработки концепта мы имеем качественные модули которые можно тиражировать неограниченным количеством а главное что все это делается станками и требует минимум доработки с нашей стороны для того чтобы эти модули где-то разложить надо это что-то сделать тут все было сделано как в прошлый раз в склеенном щите при помощи чпу делаем выборку сотню сот но таким образом чтобы фреза совсем немного не дорезала дерево в итоге все соты остались на своих местах и нам не надо париться тем чтобы идеально ровно их выложить при заливке следующим этапом заливка тут мы использовали состав под названием арт-эко от эко ванны поскольку объем заливки совсем небольшой и смола высыхает за сутки а учитывая послойную заливку это удобно и быстро сперва прозрачный слой а затем подкрашенный пигментом спустя 30 минут после финального слоя я всегда возвращаюсь в заливке для того чтобы убрать последние пузыри для этого я заказал себе вот такой фен от айнхель и скажу вам что это очень удобная штука у него как и у многих других топовых брендов есть своя собственная аккумуляторная платформа под названием power exchange благодаря которой один аккумулятор подходит к целой куче всякого электроинструмента начиная от шуруповертов заканчивая пылесосами и кусторезами а так как крепление аккумуляторов универсальное то это отличная возможность сэкономить на аккумуляторных расходниках сейчас айнхельт проводит акцию где при покупке комплекта из соло инструмента и стартового набора в который входит аккумулятор на два с половиной ампер часа и зарядное устройство покупатель получает скидку в размере 2200 рублей заказывал я его в интернет-магазине инструментов 220 вольт точка ру где свыше 150 тысяч товаров для дома сада автомобиля и хобби от дрели до снегоуборщика заказ можно оформить онлайн или по бесплатному телефону контактного центра операторы помогут сделать правильный выбор а доставка в москве и санкт-петербурге в день заказа ссылку оставляю в описании а мы продолжаем предыдущая подстолье выглядела вот так многие писали что она простовато и скучновато столешница прекрасно а вот подстолье как у самого банального кухонного стола сложно не согласиться и на этот раз мы решили исправиться для этого были склеены три бруса из которых нам надо получить 6 элементов проще всего такой распил сделать при помощи ленточной пилы для этого был выставлен нужный угол и потихоньку сантиметр за сантиметром три наших заготовки превращаются в 6 штук после ленточки и вместе распила остается заметный след от полотна что нас конечно же совсем не устраивает поэтому все шесть элементов прогоняем через фуган и благодаря валу хеликал на котором установлено множество независимых лезвий мы имеем идеальную поверхность ее можно чуть ли не сразу красить без всяких доп обработок чем я и занят к сожалению некоторые кадры из этого проекта были безвозвратно утеряны поэтому кое-что осталось за кадром например склейка этого подстолья но там все просто пара хороших струбцин и банка клея подстолье красится в точно такой же цвет как столешница но как вы помните столешница сделана из массива термодуба которая во всем своем объеме имеет такой же цвет и это важно вот почему после того как смола высохла нам надо убрать верхний слой и откалибровать поверхность и если тут использовать просто покрашенное дерево то после обработки этот слой будет снят и мы снова получим изначальный цвет дерева а покрасить его уже на этом этапе тоже не вариант поскольку дерево со всех сторон залито смолой а ее красить нельзя можно конечно всю смолу проклеить скотчем но это неоправданно дурная работа именно поэтому для столешницы мы выбрали темный термодуб который после аналогичной заливки и обработки выглядит вот так на этот раз мы решили сделать стол глянцевым а не матовым собственно глянцевым лаком я и покрываю столешницу к тому времени у нас уже было готово 120 штук отдельных модулей и отталкиваясь от их размера мы начали делать выборку с обратной стороны столешницы точно так же как и в прошлый раз в итоге спустя два часа мы имеем 120 площадок в которые укладываем 120 модулей вот таким способом сперва в них кладется медное кольцо которое и подаст сигнал сенсору о прикосновении но по факту датчик срабатывает даже на расстоянии двух сантиметров достаточно просто провести рукой над поверхностью стола затем на внешнее кольцо приклеивается светодиодная лента и в финале модуль фиксируется саморезом такая операция проделывается с каждой ячейкой в итоге мы имеем вот такую красоту которую остается лишь соединить между собой делается это стандартными соединениями которые мы и впаивали предыдущие два дня но оно того стоило во первых такая система очень удобная для монтажа во вторых все четко и жестко зафиксировано а это плюс 10 к надежности в третьих это просто а главное ремонтно пригодно если из строя выйдет один модуль то достаточно будет просто открутить один саморез и на это место поставить новый модуль который мы положим в комплекте также у наших китайских друзей были заказаны вот такие простенькие платы коммутации говоря по простому штуки которые облегчают жизнь при монтаже поскольку заменяет кучу проводов и в итоге все соединения выглядят вот так аккуратно и красиво после того как все подключено мы приступаем к испытаниям поскольку перед тем как продавать такие вещи надо быть уверенным что все надежно и безопасно в общем следующие несколько дней мы пытались стол различными стресс тестами а также наблюдали за ним в тепловизор при максимальной нагрузке в итоге стол не перегревается и работает отлично смело можно сказать что все надежно и безопасно еще добавить аккумуляторов чтобы шнур под ногами не болтался в комментах также было много вопросов насчет практичности стола если он будет стоять в центре комнаты они у стены и раз уж мы делаем версию 2.0 то было решено встроить сюда аккумулятор следующие экземпляры мы будем вставлять литий-железно-фосфатный аккумулятор на 25 ампер часов также в нижней части столешницы расположен вот такой простенький пульт управления с помощью которого можно выбирать цвет подсветки или комбинацию в итоге эти четыре кнопки позволяют получить множество вариантов например если включить синий плюс зеленый то получим приятный бирюзовый свет и так далее в итоге из батарейки в 25 ампер часов в сенсорном режиме стол сможет работать пару дней ну конечно тут все зависит от того как активно вы его будете гладить но поверьте запаса питания хватает быстрее станет ваш ребенок или кот на данный момент мы делаем первую партию с учетом всех доработок это будет 10 столов которые мы готовы продать по предзаказу но с хорошей скидкой для того чтобы запустить процесс и заказать оптом все комплектующие вся информация по поводу приобретения такого стола есть в описании ролика спасибо за просмотр и добра топора субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok